вы на канале да винчи с вами даша виноградова всем привет сегодня будем лепить георгин у меня он будет белорозовый вы можете брать любые другие оттенки можете брать и делать его однотонным это может быть желтый темно-бордовый ближе к черному даже цвету георгины они бывают абсолютно разными замечательный красивый цветок я покажу вам способ как слепить его быстро нужна практика чтобы довести до идеала этот цветок я вам показываю делаете повторяете возможно для того чтобы он получился действительно красивым и таким натуральным вам придется сделать не один такой цветочек может их будет пять может их будет десять но доведя до совершенства свое мастерство можно сделать действительно реалистичный очень красивый георгин я беру два цвета белый и розовый и посмотрите как я обернула розовым цветом белый шарик глины кусочек достаточно большой хотя я не скажу что георгин будет прям огромный какой-то диаметр будет примерно 6 сантиметров и вот такой вот кусочек глины мне понадобился я дотсом выдавила вот такое вот отверстие можно это сделать пальцем если у вас нет дотсом ну делаем что-то такое похожее на кончик так я себе размечаю границы вы можете не делать этот кружочек можете не наносить как бы рисунок вам понадобится вот такие ножницы с обязательно закругленным кончиком и вот такой вот пинцет я заказывала давно набор пинцетов себе и там был вот такой пинцет он мне никогда не нужен был новому сейчас вот он мне пригодится в этом видео чтобы показать как делать георгин к сожалению видео немножечко накрылась и первый ряд лепесточков я не сняла как я их вырезала но только что вот я показала какими движениями вы их вырезаете они остренькие и зеленый шарик то есть нашу сердцевинку серединочку цветочка вы заворачиваете вот этими острыми лепесточками это первый ряд следующий ряд листочков вы нарезаете четко между уже имеющимися лепестками то есть постоянно каждый последующий ряд он будет идти в шахматном порядке обязательно для того чтобы все красиво получилось соблюдайте это правило иногда во время работы у меня обрывались лепестки ничего страшного возьмите кусочек глины сделайте приблизительную форму лепестка и прикрепите его такое бывает глина у меня вот именно это белая она такая достаточно не самая свежая и она немножечко туговатая надо было мне больше фимогеля туда добавить но ничего я буду работать с такой иногда она у меня в некоторых местах ломалась листочки как бы отпадали но в принципе это не самое страшное я делаю как бы такие лодочки с помощью вот этого пинцета закругляю немножечко заворачиваю вовнутрь именно края и утончаю конечно же сам лепесток я еще очень хочу сделать такой георгин из бордовой пластики такой темно-темно бордовый мне кажется это будет просто шикарно смотреться оборвался у меня листочек обломался я немножечко нанесла фимогеля и слегка прижала насколько это позволяет глина немножечко поджимаю уже более тоненьким пинцетом лепестки снизу чтобы у меня цветок был такой наполненный достаточно пушистый для того чтобы потом делать удобно было еще в следующий ряд цветы я леплю достаточно редко я умею делать розы я умею делать пионы георгин ну вообще в коллекции в моей цветов достаточно мало как-то у меня и заказов на них немного и в основном использую я их в декоре баночек сладких цветы и в основном это чаще всего розы и пионы бывали но с георгином пока ничего я не делала ничего не декорировала на чашках часто заказывают розы такие маленькие достаточно ну вот как-то я больше по зверюшкам по губам по цветам и я режу но решила снять для вас такой мастер-класс я надеюсь он вам понравится пригодится потому что способ не сложный и главное иметь в инструментах вот такой пинцет и ножнички закругленные у нас уже вырисовывается цветочек он уже такой нежный красивый такая необыкновенная зеленая серединка цвет зеленый кстати у меня оливковый я взяла и немножечко серого туда добавила не серого даже а черного черной пластики ну буквально вот пол спичечной головки черного цвета для того чтобы приглушить оливковый чтобы он не был слишком яркий потому что у меня это яркий цвет и он такой молодая зелень получилась очень красивый цвет главное при всем при этом не взять заранее мало глины то есть маленький шарик белый который я делала смотрите чтобы не было он у вас маленький потому что вам потом неудобно будет держать ваш цветок неудобно будет нарезать лепестки потому что длина будет мало ну и конечно потом останется большой кусок белой пластики когда вы срежете уже цветочек и она будет запачкана розовой поэтому заранее знаете что у вас останется много белой пластики но она будет уже не чисто белого цвета тоненьким пиццетом поправляю лепестки где-то что-то поджимаю прижимаю вы уже это будете когда делать вы будете интуитивно понимать какой лепесточек вам приезжать подальше какой ряд лепестков наоборот немножечко раскрыть не бойтесь нарезать толстые лепестки уже которые открытые они должны быть действительно большими они должны быть крупными потому что это последний ряд они должны быть такими открытыми то есть ножницами прям вдавливайте хорошо не бойтесь все у вас получится а а формируем наши лепесточки наш последний ряд они у нас самые раскрытые самые такие большие самые крупные и в принципе на этом больше я остановлюсь я больше не буду делать лепестки и ряд еще один не буду продолжать я вот так аккуратненько подрезаем чтобы отделить готовый цветочек от глины оставшийся уже не нужной вы можете делать его пышнее еще если вам позволяют количество глины можете делать его больше я остановлюсь на этом принципе я думаю вам уже понятно понятен этот способ и вы сможете делать георгины и больших размеров и можете делать совсем мосюканьки для колечек для каких-то украшений я еще буду его немножечко дорабатывать буду проходить за пинцетом и доводить его до идеального состояния спасибо что остаетесь со мной подписывайтесь ставьте лайк всем пока ждите новых мастер-классов украшений я а а Продолжение следует...